Уважаемый президент, уважаемые коллеги, я благодарю организаторам конференции за их, создали возможность участвовать в работе ее. И я считаю для себя большой честью представить, выполнить их просьбу, представить историческую информацию, как бы с первых уст, о начале развития метода протезирования сосудов, который сейчас он называется стендграфтинг. Когда мы начинали, мы его называли дистанционным эндопротезированием, и мы сейчас чаще пользуемся этим термином. Суть метода вам известна, что имеется цель достичь протезирования полноценным синтетическим протезом, в отличие от ангиопластики или непокрытых стендов. Идею, и только в последние годы, благодаря приверженности к справедливости нескольких ученых из многих стран мира, и одного из наших отечественных ученых, широкому кругу специалистов стало известно о приоритете Советского Союза, нашей бывшей большой страны, в разработке этого метода. В том стало известно, что впервые в мире здесь, в Советском Союзе, были выполнены эндопротезирования в клинике, грудной аорты, дуги аорты, подвздошных, брюшной и подвздошных артерий. Впервые были выполнены основные виды эндоваскулярных вмешательств, я имею в виду так называемое классическое эндопротезирование, черезбедренное и гибридное операции на дуги аорты. Известно, что идею дистанционного эндопротезирования, протезирование сосудов на расстоянии, высказал Доттер, Чарльз Доттер. Можно первый слайд? Он в 1969 году опубликовал свою экспериментальную работу, в которой он делился опытом размещения кусочков трубочек синтетических и металлических пружин из сонной артерии у собак в подколенную артерию. Он показал, что не все тотально тромбируются и высказал идею, что возможно этот метод когда-то применяется в клинике. Но для того, чтобы реализовать идею Доттера, ключевой проблемой было создание самофиксирующегося синтетического протеза, который бы не только владал свойством самофиксации, но и был нежесткой конструкцией и мог изменять свой диаметр, что помогало его перемещению из небольшого диаметра поверхностно расположенного сосуда, в глубоко расположенный сосуд большого диаметра. Начиная с 1983 года, мы занимались созданием, разработкой конструкции, которая бы давала протезу свойства самофиксации. Следующий слайд. Было разработано, изготовлено много вариантов конструкции, на которые мы надеялись. И в конце концов, в следующий слайд, был создан радиальный оптимальный вариант, радиальная цилиндрическая пружина. Время требовало эту конструкцию. И не случайно, следующий слайд. Через пять месяцев после нашего патента был зарегистрирован патент Джентурка в Соединенных Штатах. И поскольку он имел международную регистрацию, в мире так и принято, что это стенд Джентурка, хотя наш патент был на пять месяцев раньше. Это была принципиально новая геометрическая фигура и конструкция. И требовалось ее изучение, ее свойств, в первую очередь, определить радиальное усилие этой пружины, что и требовалось для ее главной функции. Для этих целей были созданы и разработаны, и созданы, следующий слайд, ряд устройств с помощью тоже этой эволюции, с помощью которых осуществлялось испытание этих пружин и их паспортизация. Мы, естественно, очень ответственно относились, прежде чем рискнуть вставлять неизвестную фигуру в организм больного. И осуществлялась паспортизация этих пружин, что каждая пружина знали, на каком ее диаметре, какое усилие она развивает на стенку сосуда или протеза. В связи с этим, конечно, мы здесь пользовались услугами и сотрудничеством технических НИИ нашего города. И в итоге у нас даже монография есть по именно этого рода экспериментальных исследований. Следующий слайд. Таким образом, после изобретения и изучения этой конструкции у нас появился самофиксирующийся синтетический эндопротез, который был способен быть введенным через поверхностный сосуд в бедренную артерию и расположиться и зафиксироваться в аортис без вмешательства на этом сегменте. Следующий слайд. Но необходимо было также изучить поведение этого протеза в пульсирующем потоке. Для этого брались сегменты трупной аорты и с помощью аппарата искусственного кровообращения создавался, имитировался поток, пульсирующий с помощью консервированной крови, и определялась подбор оптимального усилия пружины, который обеспечивал фиксацию несмывания протеза. Следующий слайд. Также была разработана доставочная система. Принципиальная схема нашей первой доставочной системы, которая тоже прошла эволюцию, была эта транспортная, заправочная часть и стыковочная часть с гемоклапанами. Следующий слайд. Это первые громоздкие экспериментальные системы, которыми мы пользовались на экспериментах на животных. Следующий слайд. Это клиническая система. Это реальная система, с помощью которой были выполнены первые операции в клинике. Следующий слайд. Для усадки протеза требовался баллонный катетер. Его в нашем распоряжении в тот период не было. И мы вынуждены были изобретать катетер с четко определенным диаметром. Этот катетер наш был из трех оболочек, две латексные, снаружи и снутри. И внутри была тканевая оболочка четкого измеряемого диаметра, которая гарантирована стабильный диаметр этого баллона. Следующий слайд. Вот этот баллон в натуре. После следующий слайд. Так же применялся, поскольку в тот период не было совершенных ультразвуковых методов исследований, не было компьютерной томографии, применялись вот такие специальные катетеры для измерения диаметра орты. Следующий слайд. Это, получив вот такое экспериментальное обследование пружины, поведение протеза, обеспечив себя баллоном, были начаты эксперименты на крупных, более 30 килограмм собаках, которые показали, это снимок из операционной, экспериментальной операционной, следующий слайд, которые в течение наблюдения 6 месяцев показали хорошую функцию эндопротеза. И гистологическое исследование тоже подтвердило, что никаких принципиально новых изменений в этом сегменте по сравнению с классическим вшитым протезом не наблюдалось. Следующий слайд. Успешное экспериментальное исследование позволили нам приступить к применению в клинике. И впервые в 1985 году, тут я, наверное, дезориентировал, докладчик был, мы начали с подвздошных артерий, естественно, как более простой, менее рискованный метод. И это первая в мире операция при стенозе подвздошной артерии, которая сочеталась с эндопротезированием подвздошной артерии и бедренно-заднебольшеберцовым шунтированием больного. Следующий слайд. Таких операций на подвздошном артерии было выполнено 29. И, имея этот опыт, у нас был случай пациента из Белгорода с травматической аневризмой грудной аорты, которому в Белгороде была выполнена торакотомия с подозрением на опухоль зрадного сердостения. И этот факт предварительно выполненной торакотомии подтолкнул нас к выполнению эндопротезирования, поскольку не было энтузиазма делать повторную торакотомию. И это было в 1987 году, это была первая операция эндопротезирования нисходящей аорты. Следующий слайд. Это схема этой операции через левую бедренную артерию. Следующий слайд. Это томография. Через 16 лет он прожил 18 лет и умер от инфаркта. Следующий слайд. В 1989 году мы предприняли попытку эндопротезирования аорта подвздошного сегмента цельным бифуркационным эндопротезом. К сожалению, мы имели осложнение перекрут бранши протеза, и это нас охладило, и мы поняли, что мы не готовы к эндопротезированию этого сегмента. Следующий слайд. В 1991 году эта пациентка после пластики кортации аорты с синтетическим протезом трубчатым имела осложнение аневризма дистального отдела восходящей дуги аорты с вовлечением устья общей левой сонной и подключичной артерии, и в области дистального анастомоза, большая аневризма. Ей была выполнена впервые гибридная операция. Следующий слайд. Это схема операции. Операция выполнялась из двух доступов. Из левой бедренной артерии и из восходящей аорты была выполнена срединная стерноатомия. В левую, в брахиоцефальный ствол был перемещен устье левой сонной артерии, а между левой сонной и подключичной был вшит автовенозный шунт. То есть была выполнена девитвизация или дебраншин. С помощью восходящей аорты был вшит конец в бок синтетический протез, через который с помощью специальной системы можно следующий слайд. Вот такая была система. Специально разработана под эту операцию для выполнения эндопротезирования, как мы называли, из двух доступов, которая состояла из двух частей. И особенность ее была, что на максимальном конце имелся цилиндрический конус с очень длинным катетером, продолжавшийся, который, если можно, верните предыдущий слайд, который, будучи введен через вшитый в восходящую аорту протез, выходил его конец через левую бедренную артерию. И контролируя с двух сторон движение, перемещение этой системы, влияя на оба конца этого, как мы называли, это целый троллевочный комплекс, перемещали в дугу аорты, и управление с обеих сторон протеза позволяло четкое его размещение. Следующий слайд. Следующий. Это вот недели три назад была выполнена компьютерная томография, больная, жива до сих пор и чувствует себя хорошо. Следующий слайд. В 93-м году был пациент с обильным легочным профузным кровотечением с аорто-бронхиальной фистулой. Ему тоже выполнено с помощью доступа из двух доступов с помощью вот этой системы эндопротезирования, успешное в этом ургентном случае. Следующий слайд. Это схема операции. Один доступ через бедренную, второй через подмышечную артерию. Следующий слайд. Тоже компьютерная томография. Следующий. слайд. мы был серией пациентов, которым выполняли эндопротезирование из двух доступов. Здесь брюшная аорта. Следующий слайд. Это первый наш успешное эндопротезирование с цельным бифуркационным эндопротезом. Тут плохое качество, но это первый успешный, один из первых успешных в мире цельным бифуркационным эндопротезом. Следующий слайд. также был разработан метод гибридных комбинированных эндоваскулярно-хирургического протезирования через левую подвздошную артерию из параректального доступа. С помощью специально разработанных эндопротезов удавалось выполнить и эндопротезы, после эндопротезы при синдроме лириши и не говоря уже о нервизме, этот доступ позволял манипулировать и на правой подвздошной артерии и намного облегчал травматичность операций. Следующий слайд. Всего в тот период нами было выполнено 94 операции. По мнению Криадо это был один из наибольших в мире опытов в тот период. Спасибо. Пока. Нас часто спрашивают как нам пришла эта мысль, как нам удалось, почему мы сумели это сделать. И естественно анализируя и пытаясь отвечать на эти вопросы, мне хотелось бы остановиться из уважения к моему учителю, что основными факторами, которые подтолкнули, это естественно, что-то опустилось сверху эту нам удачу, но если опуститься на землю, то основными по нашему мнению факторами были первое, что мы были поколением, которое осуществляло становление сердечно-сосудистой хирургии у нас в стране. И особенностью на долю этого поколения выпало то, что они работали без УЗИ, без компьютерной томографии, на чистом ангиографическом методе, сами делали все, получали облучение, сами делали и все исследования, включая коронарографию, а потом оперировали этих больных. Это первое, то есть была привита любовь к инвазивным, как сейчас называют, методам исследования. Второе, это поколение отличалось любовью к экспериментальной хирургии, потому что никто не шел на новую операцию на сердце без ее выполнение в эксперименте. И последняя особенность этого у нас в стране поколения, я считал бы, что мы работали в крайне бедных технических условиях. Не было отечественных аппаратов искусственного обращения, не было инструментов и был энтузиазм. И особенно энтузиасты большие, какими был мой учитель, покажите, покажите слайд, пожалуйста, академик Шалимов, я думаю, многие знают это имя, которые не могли ждать, пока изготовят. И все это делалось на энтузиазме в предприятиях Харькова, этого огромнейшего индустриального центра Украины, центра оборонной и космической промышленности, где впервые расщепили атомное ядро, и где создали знаменитый Т-34. Так вот, мощь этого технического комплекса была реализована, и Шалимов, мы назывались тогда Шалимовскими мальчиками, гонял нас по всем этим предприятиям, и мы в течение почти 10 лет работали на аппарате искусственного кообращения с дисковыми оксигенаторами, изготовленных на одном из предприятий города Харькова. И вот эта связь с техническими, с конструкторами, с технологами, она, как говорят, внедрил наш учитель ген вот этого изобретательства и так далее. Я думаю, вот это в основном. Но, конечно, основным стимулом, мы считаем, это является основным учителем для клинической науки, несомненно, являются неудачи, особенно неудачи, которые стоят жизни больных. А в тот период больные с разрывами аневризма Орты, с расслабивающим аневризмой, которые поступали к нам с надеждой на жизнь и помощь, они практически все умирали после наших хирургических попыток их спасти. И этот тупик, это бессилие, несомненно, вынуждало что делать, как выйти из этого. И вот тогда мы ухватили за идею дотера то, о чем я вам говорю. Спасибо большое за внимание. Николай Леонидович, поправьте меня, пожалуйста, в 12-м году на Чаринг-Кросс звучали материалы вашего доклада от доктора Краси Иванчева. И эти материалы, насколько мне известно, зал приветствовал стоя аплодисментами. Давайте сейчас тоже встанем и поприветствуем Николая Леонидовича. Что там с Чаринг-Кросс? И я предполагаю, что мы видим человека, чью фамилию будут произносить во все времена, наряду с фамилиями доктора Сербиенко, Пэриди и так далее, в том числе и Палмаса. Я хотел поблагодарить Алексея Владимировича, это его инициатива, насколько я понимаю, пригласить сюда доктора Волдеса. Я упустил сказать, и я в самом начале говорил, что то, что было сделано, это был наша большая страна и Советский Союз. Потому что, если взять анатомический, то пружинная проволока, которой мы пользовались, была изготовлена в производственном объединении Бауманского института в Москве. Мы использовали протезы фирмы Север. Мы с доставочной системой делали нам трубки на пластполимере в Ленинграде. Там оболочки для баллонных катетеров в Марганце в Днепропетровской лентоткацкой фабрике. Для стержня для баллона делалось в Белгороднестрове, Одесской области из материала, сделанного в Москве. То есть это было благодаря мощности, благодаря тому времени. И я хотел бы благодаря тем моральным взаимоотношениям, некоммерческим, когда можно было попросить, объяснить, уговорить, и это делалось безотказно. Спасибо, извините, я считаю. последний мой доклад был в Сан-Пауло, я его не называл украинский опыт, я говорил, что это первый опыт Советского Союза. Спасибо. Николай Леонидович. Коллеги, может у кого-то вопросы есть? Прошу из зала. Тогда, Николай Николаевич, если можно, я задам вопрос, я доктор Карев, Андрей Владимирович. Скажите, пожалуйста, вы тот, кто сделал первый шаг, и сегодня это признано во всем мире. У меня возник вопрос, возникает как врача к врачу. На ваш взгляд, метод эндопротезирования в том виде, в котором он выглядит сегодня и существует сегодня, вас полностью удовлетворяет, или вы думаете, что можно сделать что-то еще, чтобы его улучшить? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я обязан был его коснуться согласно программе. Если оценивать, где мы находимся и что мы достигли, то я хотел бы злоупотребить вашим временем и сказать, что не зря этот метод называют эндоваскулярной революцией. Самое главное, он изменил схему лечения заболеваний аорты, в первую очередь, и сосудов. Второе, он сделал возможным лечение тех больных, которые раньше были обречены на смерть. И он явился мощным стимулом для новых научных исследований по углублению знаний по патологии аорты. Он стимулировал развитие новых методов диагностики, новых оборудований. Вы видели сегодня и гибридные операционные. Я не говорю уже о томографах и прочее. И если говорить о перспективах и как, где мы находимся, то я думаю, что эндоваскулярная хирургия еще очень далеко себя не исчерпала. Она еще не вышла на свою вершину и рано говорить о том, что она вот уже не выдерживает испытания времени. она еще где-то приближается к вершине на подъеме. И если вы задаете вопрос, что как бы настораживает или что, конечно, немножко настораживает сильный крен в техническую сторону, в сторону влияния и значимости инженеров и конструкторов, которые изготавливают системы. И это немножко настораживает, и мы у себя называли это опасностью слесарного направления в хирургии, чтобы далеко не уходили от того родного главного источника мыслей и знаний, которыми является сердечная сосудистая хирургия. спасибо. Спасибо большое. Разрешите два слова сказать. Я могу открыть секрет, что до последнего дня мы не знали, сможет ли Николай Леонидович приехать к нам. Мы знаем трудную достаточно ситуацию в стране, в которой он живет, за что мы очень все переживаем. И мы очень рады этому, конечно, что он приехал. и я бы хотел, чтобы каждый из вас передал имя этого выдающегося врача, выдающегося хирурга своим коллегам, своим ученикам о том, что он есть. Потому что вы его видели, что вы могли его услышать. Это уникальная возможность, которая нам сегодня предоставила. Спасибо большое, Николай Леонидович.